Возвращаемся к земной жизни. Первое Рождество в новом храме. В селе Ивковцы Черкасской области почти 80 лет не было церкви. Старую разрушили, новую никак не могли построить. Не так давно люди решили собрать деньги и все же открыть храм. Подробности знает Станислав Кухарчук. Отец Анатолий не нарадуется новому приходу. Своей церкви в Ивковцах не было почти 80 лет. Старый храм еще в начале 30-х разрушили большевики. Это там вкладывание. И сюда, сюда, с краю, там уже провалят фундаменты старой церкви. Выглядят уже с земли. Мария Андреевна помнит, как маленькая с родителями ходила в ту церковь. Не забыла и как ее сносили. С тех пор местные жители на все церковные праздники ходят пешком в соседние села. До ближайшего в десяток километров. Пасху святить носили в Медведевку. Там она как-то осталась, что не развалили ее. Мало даже было, не было такой вошки. Это сейчас уже вошка. В советские времена возродить храм было невозможно. После обретения Украины независимости не было денег. Три года назад жители решили своими силами построить хотя бы маленькую церквушку. Средства на церковь селяне собирали по старинке. Вот в такую трехлитровую банку. Ее поставили в магазине. Люди бросали кто сколько может. Вот правда деньги пошли не совсем по назначению. Сельмак ограбили. Вместе с продуктами исчезла и сельская касса. То ли проведение помогло, то ли желание было настолько сильным, что обитель все же построили. Помог однесельчанин. Уже много лет он служит настоятелем Александра Невской лавры в Петербурге. Узнав о том, что все деньги украли, привез необходимую сумму. Каждому в селе церковь у нас. Кажут, то и не село, как не мое церковь. А теперь у нас село, потому что у нас есть церковь. И люди ходят. Обустраивали храм тоже всем селом. Кто подсвечник принес, кто икону. Отец Анатолий к рождественской службе готовится очень тщательно. Ведь она первая в этой церкви. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова